Юрий Григорьевич Смертин. Средневековый Иран. Перекресток цивилизаций и амбиций. Учебное пособие. Издательство Директ Медиа. В учебном пособии излагается история Ирана в период с 3 до 18 века, в эпоху кардинальных сдвигов в общественных отношениях, религиозной ситуации и культурном развитии страны, связанных с внешними завоеваниями и процессами исламизации всех сторон жизни населения. Адресуется студентам специальности востоковедения и африканистика и история, изучающих историю и культуру стран Востока. Введение. Иран, страна древней государственности и культуры, расположена в юго-западной Азии, на Иранском Нагорье, занимая его обширную внутреннюю часть. На западе возвышаются горы Загрос, на востоке – сильно расчлененные восточно-иранские горы, на севере – мощные дуги Эльбруса, на юге – система гор Макран. Вдоль побережья Каспийского моря, Персидского и Аманского заливов вытянулись узкие полосы береговых низменностей. Горные хребты и гористые местности, а также пустыни, самыми крупными из которых являются Дешти-Кивир, большая соляная пустыня, и Дешти-Лут. Занимают около половины территории Ирана, и только одна треть всей площади страны пригодна для обработки. Эти пустыни служат барьером между востоком и западом страны. Климат большей части Ирана субтропический, континентальный и отличается большой сухостью и резкими колебаниями температуры. На всей территории страны, за исключением побережья Каспийского моря и прибрежной низменности на юге, выпадает очень мало осадков, а зимы бывают очень суровыми. Поэтому земледелие возможно только при условии искусственного рашения. Иран является одним из древнейших очагов мировой цивилизации, что отразилось на этническом составе его населения. Большую роль в формировании этнического облика страны сыграло расселение арийских племен, обитавших первоначально в Центральной и Юго-Восточной Европе. Постепенно расселяясь в восточном направлении, они распространились от Северного Причерноморья до Средней Азии и Ганга. Ираноязычные племена могли прийти на иранское плато из европейских степей через Кавказ или из Средней Азии. Произошло это во второй половине второго тысячелетия до нашей эры. Арии – это было самоназвание древних иранских племен. Название страны – Иран – происходит от этого слова. В античном мире она стала именоваться Персией по названию Юго-Западной области Ирана – Парса, бывшего центром древней иранской государственности. Наибольшее влияние на развитие истории и культуры Ирана оказали относящиеся корейской группе медяне и персы. До прихода иранцев на этой территории жили разные земледельческие и скотоводческие народы, которые были покорены пришельцами и ассимилированы. Контакты с местным населением ускорили общественное развитие иранских племен и повлияли на социально-экономические институты, имущественное и семейное право, культуру, религию иранских племен. Территория Ирана на протяжении многих веков неоднократно подвергалась вторжениям и нашествиям различных народов, оставивших свой след в многонациональном составе населения. Поэтому этнические группы, имеющие чистые иранские корни, к настоящему времени не сохранились. После завоевания Александра Македонского в IV веке до н.э. в Иране были основаны эллинистические колонии. Наибольшее влияние на формирование этнического состава страны оказали арабские, монгольские и тюркские завоевания, о которых пойдет речь в настоящем пособии. Глава 1. Иран в раннюю исламскую эпоху. Параграф 1.1. Сассанитский период. Период сассанитского правления был важной предпосылкой истории исламского Ирана. Сассаниды, последние из персидских доисламских династий, правили Ираном более 400 лет. С 224 года до 630 годов. Держава Сассанидов пришла на смену пришедшему в упадок Парфянскому государству. Управлявшемуся династией Аршакидов с 250 года до н.э. основателем нового государства был Ардишир из рода Сассана, сын правителя небольшого царства в области Парс. Он нанес поражение последнему парфянскому правителю и в 226 году короновался как Шахеншах, царь царей Ирана-Ирана. Сассанитское государство в основном унаследовало территорию Парфянского царства. Иран с прилегающими областями на юго-западе Средней Азии и западе Афганистана, нижнюю и среднюю Месопотамию, которая была основной частью империи. Здесь же, на реке Тигр, находилась столица Ктесифон. Кроме иранцев, в государстве жили сирийцы, греки, евреи, потомки древних вавилонян и ассирийцев. Сассанитская история может быть условно разделена на два неравных периода – до конца V века и после. Около трех столетий империя не была централизованным государством, власть на местах фактически принадлежала местным наследственным правителям. Такое положение объясняется огромными размерами империи, что делало невозможным эффективное управление провинциями и областями из центра. Государство и церковь поддерживали древнеарийскую идею деления общества на четыре сословия, в Иране это были жрецы, воины, песцы, бюрократия и крестьяне. Первые три сословия считались привилегированными, не платили налогов и не несли повинностей. В четвертое сословие, наряду с крестьянами, входили ремесленники и купцы, все они были обязаны платить налоги. Принадлежность к тому или иному сословию была наследственной, и переход из низшего сословия в более высокое был практически невозможен. Вне сословной системы находились рабы. Рабовладельческие отношения, существовавшие в предшествующий парфянский период, продолжали сохраняться в сосанитский период. Крупнейшими рабовладельцами были государства, сам Шахеншах, представители аристократии и церковь. Высшими должностными лицами в государстве были главный министр, Вазург Фраматар, главнокомандующий, Эранс Пахпат, главный жрец и верховный судья Мобедан Мобед. Верховный жрец возглавлял государственную церковь, исповедовавшую местную религию за растризм, догматика которой и строгий ритуал сложились в сосанитское время. В создании единой церкви большую роль сыграл верховный жрец Картир, начавший свою карьеру в правлении Шапура I, 241-272 годы. В начале правления сосанидов было письменно зафиксировано древнее священное писание Зоростризма, получившее название Авеста и составлен комментарий к ней – Зент. Для этого была создана специальная сакральная письменность на основе существовавшего тогда пихлевийского алфавита, получившее название Авестийской. Для Зоростризма характерен дуализм добра и зла, света и тьмы. Вся вселенная – это арена борьбы этих двух самостоятельных и равносильных начал. Силы добра и света возглавлял Ахурамазда, Армузд. Противостоял ему Анграмайнью, Ариман, который был главой всех темных сил. Когда-нибудь в будущем между ними должна произойти решающая битва, в которой победит Ахурамазда и наступит царство света и добра. Мертвые воскреснут, состоится последний суд над людьми, праведники обретут блаженство на земле, а грешники – вечные муки в преисподней. Огонь был главным символом чистоты и света. Он постоянно горел в многочисленных храмах, помещенный в огромную латунную чашу на каменном постаменте. В Зороастрийском пантеоне нашлось место и для других божеств, среди которых следует выделить Митру, древнеиранского бога Солнца и договорных отношений, и богиню-вод Анахиту. Религия обслуживалась огромным количеством жрецов-мобедов. Храмы и высшее духовенство владели обширными землями, которые обрабатывались рабами. В руках жречества находились образование и суд, священнослужители играли важную роль в политической жизни государства. В III веке возникла новая религия – манихейство. Ее основателем был уроженец Южной Месопотамии, бывший зароастрийский жрец Мани, 216-276 годы. Это было синкретическое учение, соединявшее встроенную систему зароастрийскую концепцию извечной борьбы света и тьмы, буддийские идеи сансары и постоянного поиска пути к спасению, христианские образы Иисуса, Адама и Евы. Элементы древнего вавилонского наследия, гностицизма, гностицизм – религиозное дуалистическое учение позднеантичности, I-V века, воспринявшее некоторые моменты христианского вероучения, популярной греческой философии и восточных религий. Гностицизм притязал на истинное знание о Боге и конечных тайнах мироздания. По убеждению Мани, его учение должно было стать универсальной религией для всего человечества и заменить собой все существующие религии. Он утверждал, что истина в разных формах, но частично, время от времени передавалась людям божественными посланниками – Адамом, Ноем, Симом, Авраамом и другие. В наиболее полной форме ее представили Заратуштра для Ирана, Будда для Востока и Христос для Запада. Себя Мани объявлял последним и высшим звеном в цепи посланникам, открывателям истины. Мани считал, что свет и тьма в мире, как и в человеке, хаотично смешались. В человеке эти две силы заложены в виде души – порождение светлого начала, и тело – материальной, а потому темной субстанции. Отсюда следовало, что истинный манихей, чтобы содействовать победе светлого начала, должен подавлять естественные потребности своего организма и вести аскетический образ жизни. Отказаться от брачных отношений, мяса, вина, не иметь собственности и даже жилища. Такой образ жизни, естественно, не могли вести все сторонники Мани, поэтому они делились на совершенных, строгих аскетов и странников-пропагандистов, и внимающих, которые жили нормальной жизнью, но обязаны были помогать совершенным. В конце жизни каждый внимающий, чтобы спасти свою душу, должен был перейти в совершенные со всеми вытекающими последствиями. Религиозная деятельность Мани получила поддержку Шапура I, надеявшегося, видимо, посредством его учения установить религиозное единство в своей многоконфессиональной стране. Но зарастрийское жречество во главе с Картиром распознало оппозиционный характер манихейства, осуждавшего существующий строй. А значит, и государственную религию, как порождение темного начала, и новый шахиншах Бахрам первый начал жестокие гонения на приверженцев Мани. Открыватель истины был казнен в 276 году, масса его сторонников эмигрировали в восточную часть Римской империи. Манихейство оказалось востребованным не только в Месопотамии и Иране, оно широко распространилось в Римской империи, вплоть до Северной Африки и Испании, в Средней Азии. Идеи Мани прослеживаются в ряде средневековых ересей. Тандракиты в Армении, богомилы в Болгарии, альбегойцы во Франции испытали сильное влияние манихейства. В III-IV веках среди сирийцев Месопотамии и части персов получило распространение христианства. Власти терпимо отнеслись к этому явлению, но когда учение Христа стало государственной религией в Римской империи в 30-х годах IV века главным противником Сасанитского Ирана, а также в Армении около 302 года в Восточной Грузии в 30-е годы IV века начались гонения на христиан. Положение изменилось, когда в 484 году Сирийская церковь в Иране отмежевалась от Восточно-Римской, Византийской церкви, и приняла осужденное ей Несторианское исповедание, утверждавшим, что Иисус Христос был рожден человеком и лишь впоследствии воспринял божественную природу. Несторианское исповедание, течение в христианстве, основанное в Византии Несторием, патриархом Константинопольским в 428-431 годах. Осуждено как ересь на Эфесском соборе 431 года, пользовалось значительным влиянием вплоть до XIII века в Иране и от Средней Азии до Китая. Несториане ныне имеются в Иране, Ираке, Сирии. А христианские церкви за кавказских стран, находившихся в зоне интересов сассанидов, стали исповедовать монофиситское учение, монофиситское учение, христианское учение. Возникшее в Византии в V веке, как реакция на нестерианство, трактовало соединение двух природ во Христе как поглощение человеческого начала божественным. Монофиситство распространилось в восточных провинциях Византии, Египте, Сирии, Армении и стало знаменем политического сепаратизма. В 451 году осуждено как ересь Халкидонским собором. Господствует в Армянской, Эфиопской, Копской, Египетской и Яковицкой Сирийской церквах, также противостоявшие византийскому православию. Теперь на христиан перестали смотреть как на политических сторонников врага, и им были предоставлены права легального существования. Нестерианское христианство в V веке распространилось в иранских городах, а затем в Средней Азии, позже среди тюрков-уйгуров и в VIII веке проникло в Китай. Религиозные идеи распространялись в ближние и дальние страны в основном по торговым путям. Иран был торговой сверхдержавой и вел постоянную борьбу за господство над караванными путями, связывавшими Средиземноморье с Индией и Китаем. Шапур I одержал ряд блестящих военных побед над римлянами. В 256 году он взял столицу Сирии Антиохию, разорил ее, многие жители были обращены в рабство, а местные ремесленники переселены в иранские города. В 260 году неподалеку от Эдессы была на голову разгромлена римская армия, а император Валериан попал в плен. После этого были новые победы, были и поражения. Наконец, в 387 году между Ираном и Римской империей был заключен мир и разделены сферы влияния. Рим контролировал Западную Армению и область Лазика в Западной Грузии, где имелись удобные порты на побережье Черного моря. За Сассанидами осталась большая часть Армении, Восточная Грузия и Кавказская Албания. Впоследствии эти три страны стали провинциями Ирана с большой степенью автономии. После падения Римской империи в 476 году главным политическим и торговым соперником Сассанидов стала Византия. Однако реальная опасность государства в 80-х годах, V века, пришла с Востока в лице кочевых племен эфтолитов, белых гуннов. Этническая принадлежность белых гуннов остается неясной. Очевидно, что они не имели отношения к тюркоязычным гуннам, которых в V веке привел в Западную Европу Атила. Есть версия, что эфтолиты были индоевропейцами. В 484 году в северо-восточном Иране эфтолиты нанесли поражение армии Сассанидов. Шахеншах-Пирос и значительная часть военной знати были убиты. Разгром был таким катастрофическим, что стало ясно – старому сассанидскому порядку пришел конец. Население страдало от нехватки продовольствия и повальных эпидемий. Городские низы массово пополнялись бежавшими из сельской местности крестьянами-общинниками. Оттуда их гнали голод и налоговый произвол властей. В этой обстановке смутного времени в Иране началось массовое народное движение, идеологией которого стал маздакизм. Идеологом коренных реформ общества стал некто маздак. 470-529 годы. Около 524 года он потребовал открыть государственные и частные склады муки и зерна, чтобы накормить возбужденное, голодающее население. Шахеншах-Кават I, 488-531 годы, исполнил это требование и назначил маздака своим советником. Популистские лозунги и харизматическая личность маздака придали движению массовость, оно быстро распространилось по междуречию. Маздакиты стали утверждать, что народные бедствия вызваны неравномерным распределением земных благ. Началась массовая экспроприация знати, отнятая у нее имущество поровну делилась между маздакитами, которые стали создавать свои сельские общины с коллективной собственностью на землю, скот, рабов и даже женщин, уведенных из гаремов богатых и знатных людей. Некоторые исследователи называют программу маздакитов первым письменно зафиксированным социалистическим вероучением. За основу своей идеологии маздакиты взяли основные идеи зороастризма и манихейства, но значительно радикализировали их. Маздак утверждал, что с помощью царя небесного люди должны уничтожить зло и тьму на земле и создать справедливое общество света и добра, а для этого нужно уничтожить существующие порядки. Кават первый поддерживал маздакитов в их экспроприаторской деятельности. Он рассчитывал, видимо, при их помощи ослабить и обуздать военную знать и жречество, которые в условиях всеобщего хаоса чувствовали себя полными хозяевами страны. И действительно, значительная часть знати была истреблена в ходе движения, экономическая основа ее господства была подорвана, многие сословные привилегии были отменены. Теперь союзники в лице маздакитов были уже не нужны шахеншаху. К тому же могущественный зороастрийский клир, осознав угрозу своему положению, стал проявлять открытую враждебность царской власти. В 529 году Маздак был объявлен еретиком и казнен. Движение было потоплено в крови и в начале 30-х годов. С VI века с ним было покончено. Однако идеи маздакизма еще долгое время сохраняли популярность, и многие еретические и социальные движения в исламский период несли на себе их отпечаток. Любое радикальное учение проклиналось властями и духовенством, как маздакитское. Последствиями маздакитского движения были ослабление старинной знати и жречества, и усиление царской власти. Кавада в 531 году сменил на престоле его сын Хасров I Анушерван, который правил до 579 года, он всегда считался самым великим из сасанитских монархов, а его справедливость и мудрость стали легендарными. В средневековой арабо-персидской литературе он выступает как образец идеального правителя. Придя к власти, Хасров принял меры по централизации государства. Империя была разделена на военные круга – северный, южный, западный и восточный, а сам Шахеншах стал главнокомандующим. Налоговая реформа ликвидировала старую незащищенную от казнократства систему многочисленных и разнообразных податей, заменив и фиксированными поземельным и подушным налогами. На местном уровне правительство было представлено своими доверенными лицами дихканами. Это были собственники земли, нечто вроде мелкопоместного дворянства. Их главной функцией был сбор налогов, в современном персидском языке – дихкан – это крестьянин. По каким-то причинам произошло понижение этого понятия по терминологической социальной шкале. В царствовании Хасрова Иран переживал экономический подъем, особенно это касается земледелия. Из Индии были везены новые культурные растения – рис и сахарный тростник. Из Средней Азии была заимствована культура шелковичного червя, и иранцы стали производить собственный шелк. В городах изготовлялись также льняные и шерстяные ткани, ковры, оружие, металлические, бронзовые и серебряные изделия. Из Китая привозился ценнейший шелк и фарфор. Из Индии поступали драгоценные камни, слоновая кость, пряности, из Йемена – ценнейший ладан и мира и так далее. Предметами иранского экспорта были ткани, ковры, ювелирные изделия, а также зерно, оливковое масло и тростниковый сахар из хузистана, финики, виноград, сушеные плоды. Хасров нашел эффективных союзников в лице тюрков, которые тогда становились главной силой в Средней и Восточной Азии и к западу от Китая. С их помощью он разбил эфтолитов в середине 60-х годов и договорился о разделе бывших владений белых гуннов. Средняя Азия до Амударьи досталась тюркам, а земли к западу и югу от этой реки – восточный Харасан и Тахаристан – Ирану. В ходе этих военных кампаний была реформирована армия, прежде всего кавалерия. Появился новый тип тяжело вооруженного, снабженного доспехами и длинным копьем коника. На изображениях, дошедших до нас, эти коники похожи на западноевропейских рыцарей более позднего времени. Как считается, Византия переняла идею тяжелой конницы у персов, а оттуда новация попала в средневековую Европу. Угроза с Востока была устранена. Персы получили возможность обратить внимание на Запад и на своих главных соперников в торговле с Китаем Византию. Транзитные пути в Индию и Китай пролегали по территории Ирана, а выходы к Средиземному и Черному морям находились в руках Византии, и каждая из сторон стремилась изменить статус-кво. В 540 году, воспользовавшись тем, что Византия была занята войной со сдготами в Италии, Хасров вторгся в византийскую Сирию, захватил и жег Тис Антиохию-Антиохию, а ее жителей увел в плен. Тяжелая вона с Византией продолжалась с перерывами более 20 лет. Когда обе стороны истощили свои силы, был подписан мирный договор, 562 год. Жертвы оказались напрасными. Иран так и остался отрезанным от морей, а Византия не смогла сломить монополию персов в караванной торговле со странами Востока. Крупных успехов Хасров добился на юге. В 570 году иранцы захватили богатый и плодородный Йемен в юго-западной Аравии, вытеснив оттуда эфиопов, союзников Византии. Обладание Йеменом обеспечивало Ирану господство над караванными и морскими путями, связывающими порты Восточного Средиземноморья, Аравию и Индию. После смерти Хасрова 1-го в 579 году царская власть ослабла, а военные знать и жречество вновь подняли голову. Последним более или менее выдающимся шахеншахом Сасанитской династии был Хасров 2-й, 590-628 годы. Особенно он прославился как царь-воитель. В начале VII века были завоеваны вся Армения, верхние Месопотамия с городом Эдесой, 607 год. Сасанитская армия вторглась в Сирию и захватила Антиохию, 611 год. И Дамаск, 613 год. Затем Палестину с Иерусалимом, 614 год. Следующей жертвой стал Египет. Александрия пала в 619 году. Трижды в 608, 615 и 626 годах. Иранские войска вторгались в Малую Азию, доходили до Босфора и угрожали Константинополю. Поражение Византии и присоединение ее восточных провинций казались неизбежными. Но византийскому императору Ираклию с помощью тюрков удалось организовать эффективный отпор. Персидская армия была окружена в Малой Азии, а войска Византии нанесли удар по центральным районам Сасанитской державы, Междуречью и приблизились к Тесифону. В этой обстановке против Хасрова II был составлен заговор, он был свергнут, а затем убит. С Византией был заключен мир после 25 лет военных действий, полностью обессилевших обе империи. Со смертью Хасрова II в 628 году умерла и Сасанитская династическая стабильность. В течение четырех последующих лет на престоле сменились десять шахеншахов, которых ставили различные соперничающие группировки знати. Центральная власть была полностью ослаблена. Наконец, в 632 году на престоле появляется последний сасанитский правитель, внук Хасрова II, Йоздигер III. В этом году в Медине умер пророк Мухаммад. Важность этого факта, несомненно, не оценили в Ктесифоне и Константинополе. События следующих нескольких лет показали, что обе империи должны были обращать больше внимания на то, что происходило на Аравийском полуострове. Параграф 1-2. Арабское завоевание Ирана. Войну с Ираном арабы начали почти одновременно с войной против Византии. В 633 году арабские армии вторглись в Месопотамию и захватили город Хира. Так мусульманские армии впервые вошли в соприкосновение с персами. Решающая битва состоялась в начале 637 года при Кадисии. Йоздигерт собрал 40-тысячную армию, усиленную 30-ю боевыми слонами, производившими устрашающее впечатление на врагов. У арабов было около 12 тысяч воинов, однако сосанитские силы были полностью разгромлены в ходе четырехдневного сражения, правда, и мусульмане потеряли почти треть войска. Получив известие о военной катастрофе, Шахеншах вместе с двором бежал из Ктесифона на северо-восток, в горы Загроса. Летом 637 года столица была захвачена и разграблена арабами. К исходу 637 года мусульмане, не встречая серьезного сопротивления, установили контроль над городами и деревнями Ирака вплоть до Масула. Они основали чисто арабские гарнизонные города – Басру к западу от Ефрата и Куфу при впадении Тигра в Персидский залив, которые стали базами дальнейшей экспансии. С утраты Ирака, центральной области империи, дававшей две пятых доходов казны, стало невозможным эффективное сопротивление с Иранского Нагорья. Однако в 642 году иранцы попытались контратаковать арабов и вернуть контроль над Ираком. В битве при Ниховенде была уничтожена большая часть иранской армии, и западный Иран оказался открытым для арабского вторжения. В течение следующих двух лет воины ислама взяли Исфахан, Хамадан, Казвин, Рей и даже отдаленный азербайджанский город Ардебиль. В 650 году арабы начали новую серию экспедиций в Иран. Ездегир Третий надеялся укрыться в Мерве, который хотел сделать центром организованного сопротивления, но его отряд был разгромлен тюрками, а правитель Тизгорода-Города, перешедший на их сторону, закрыл перед ним ворота. Шахеншах укрылся на мельнице на берегу реки Мургаба, но был убит во сне мельником, позарившимся на его богатые одежды и украшения. Так трагично и бесславно закончилась в 651 году жизнь последнего царя Великой династии. Правда, в Тахаристане еще в начале VIII века действовал сосанитский царевич Перос, называвший себя Шахеншахом. Он рассчитывал на помощь из Китая, но не дождался ее и в конце концов был вынужден бежать от арабов в Поднебесную империю. Арабское завоевание Ирана в основном не сопровождалось массовыми разрушениями и истреблением населения. После впечатляющих побед мусульманских армий, многие города и землевладельцы заключили с арабами договоры, по которым жителям гарантировалось сохранение личной свободы и имущества, свободы их веры, зарастризма, христианства и иудаизма в обмен на уплату контрибуции и ежегодной дани. К моменту смерти третьего праведного халифа Усмана, 656 год, весь сосанитский Иран был подчинен, отчасти путем завоеваний, отчасти через заключение договоров с местными элитами, но арабские поселения здесь были малочислены. Важно отметить, что завоеватели предпочитали селиться в основном в городах и на равнинах. Они избегали горных районов, и там сохранялись почти неизменными местная социальная структура, религии и языки. Захватив Иран, арабы обнаружили, что это было во многом неперевариваемое блюдо. В отличие от населения бывших византийских провинций, таких как Египет и Сирия, присоединенных к арабскому государству примерно в то же время, персы сохранили свою самобытность и свой язык. Иран был в основном цельной империей с общепринятым, хотя далеко не всеобщим, чувством культурной, религиозной и национальной идентичности. Части Византийской империи, павшие под ударами арабов, были в большей или меньшей степени нелояльны к Константинополю, в основном из-за религиозной нетерпимости православной церкви и притеснений греческих властей. Население их исповедовало христианство различных соперничающих толков, и потому вряд ли можно говорить о чувстве сирийской или египетской идентичности, которая давала бы возможность сопротивляться арабизации. Среди других факторов, которые могут объяснить то, что Иран как этнокультурная общность пережил арабские завоевания, следует отметить разреженность арабских поселений в Иране и их незначительную численность в сравнении с Сирией и Египтом. Население последних было в конце концов абсорбировано в новоарабо-мусульманскую цивилизацию. Конечно, и персы внесли свой вклад в ее становление, но они, будучи мусульманами, никогда не стали арабами. Возможно, как считают некоторые исследователи, здесь важным было и то, что индоевропейская структура персидского языка повысила его сопротивляемость к ассимиляции семитским арабским языком, а сирийские коптские языки относятся к семито-хамидской семье. После завоевания арабы не преследовали приверженцев зороастризма, хотя с точки зрения веры и должны были это делать. Ислам был толерантен к евреям и христианам, к людям писания, как их называли, поскольку их божественные книги признавались как боговдохновленные, хотя и испорченные людьми, а содержащиеся в них откровения считались предшествующими исламу. В случае с зороастризмом это было не так. Его дуализм был враждебен как христианству и иудаизму, так и исламу. Тем не менее зороастрийцы де-факто получили статус людей писания. Их не третировали, как идолопоклонников. Их вера не воспринималась как враждебная религия. В длительной перспективе арабская политика религиозной терпимости, смешанная с презрением и отношением к местному населению как к второсортному, оказалась и эффективной, и выгодной. Зороастризм не выказал выносливости иудаизма или христианства и фактически исчез в Иране сам по себе. Правда, и сейчас еще есть незначительное число зороастрийцев в Иране. Существуют процветающие общины парсов в Бомбее, ведущих свое происхождение от ушедших в Индию последователей Зороастуштры. Скорее всего, это вызвано с тем, что зороастризм был тесно связан с сассанитским государством. С падением государства неизбежным было изобвение государственной религии и идеологии. Иудаизм и христианство, напротив, имели многовековой опыт преследований и официальной дискриминации. Параграф 1.3. Иран под управлением арабских халифов. В течение века Иран управлялся арабскими наместниками, которые были ответственны перед амиядскими халифами в Дамаске. Как и сассаниды, арабы, осуществляя свою власть, опирались на Ирак. На иранском Нагорье они стремились полагаться в большой степени на местных персидских дикханов, которые сохранили свои земли и стали их доверенными лицами и сборщиками налогов. Административная система сассанидской империи осталась в основном без изменений, однако происходила ее арабизация. Арабский язык становился официальным государственным языком, что заставляло персидских чиновников учить язык завоевателей, если он хотели продолжить работу в административном аппарате. Распространение арабского языка способствовало и то, что он был языком религии. Новым мусульманам нужно было его изучать, чтобы читать Коран. Именно в Иране, а не в Аравии, началось научное изучение арабского языка. Арабам это было не нужно, они и без того знали свой язык. Изначально простая грамматика прошла долгий путь развития и несет в себе явные следы влияния греческой логики. В целом амияды не особенно интересовались Персией, которая оставалась окраиной исламского мира. Положение изменилось с приходом к власти в 750 году новой династии халифов в ходе так называемой Аббасидской революции. Причины, обусловившие смену династии, весьма многообразны. Одна, важная для дальнейшего повествования, заключалась в том, что новообращенные мусульмане, мавали, в Иране, как и других завоеванных арабами странах, не были полноправными мусульманами. При умаядах они платили налог на неверных, джизью и считались клиентами арабов. Это состояние воспринималось с обидой и горечью. Неудивительно, что мавали составляли основу различных оппозиционных движений. Лидер восстания против амаядов, абу-муслим, действовавший в интересах аббасидов, был персидским мавла, единичное число от мавали. Какими бы ни были причины аббасидской революции, она, несомненно, имела важные последствия для сохранения персидских традиций. Во-первых, новая династия халифов перенесла столицу Исламской империи из Дамаска в Сирии, во вновь основанный в Ираке город Багдад, неподалеку от Ктесифона. Имперский город снова был там, где он находился в сасанитские времена. Багдад, сооружение которого началось в 762 году, халифом Алмансуром планировался как круглый город. Прототипом, видимо, стал сасанитский город Ферузабад. Халифский дворец был в духе сасанитских традиций, тщательно изолирован от остального города, он охранялся харассанскими войсками. Во-вторых, под влиянием персидских имперских идей верховной власти, абасидские халифы были отчуждены от своих поданных. Амияды, по крайней мере в начальный период своего правления, все еще в некотором смысле оставались племенными вождями, которые должны были заботиться о людях и к которым относились без чрезмерной почтительности. Абасидский халиф был далекой и недоступной фигурой, к которой можно было приблизиться только через установленный сложный церемониал. Конечно, халифы не были мусульманскими шахами, но древнеиранская имперская традиция была во многом воссоздана в исламском городе Багдаде. Смена политического центра означала также изменение природы политической элиты. Амиядский халифат управлялся арабами и для арабов. В те времена, когда большинство мусульман были арабами, это казалось в какой-то степени справедливым, но когда обращение в ислам приобрело массовый характер. Такое положение уже не могло считаться разумным, и абасиды попытались сломать установившиеся барьеры. Правящий класс при первых халифах стал весьма разнообразным. В него по-прежнему входили арабские племенные вожди, но появились и другие группы. Наиболее важной из них стали харассанцы, которые пришли на запад, в Ирак, во времена борьбы абасидов за власть и в более поздний период. Хотя многие их лидеры по происхождению были арабами и, естественно, говорили по-арабски, большая часть рядовых переселенцев были иранскими мусульманами, и персидский язык был широко распространен. Харассанцы стали играть важную роль в центральной администрации, хотя чиновники-христиане из Сирии также привлекались к государственной службе. Абасиды пришли к власти при мощной поддержке персов, и стабильность династии поначалу во многом зависела от поддержки харассанской армии в Ираке. Эта зависимость показалась халифу Алмансуру потенциально опасной. Архитектор абасидской революции Абу-Муслим, пользовавшийся массовой поддержкой в Харассане и стремившийся сделать его фактически независимым, в 755 году был приглашен в загородный дом халифа и убит. Когда дело было сделано, Алмансур немедленно предпринял шаги по примирению с главными сторонниками Абу-Муслима в Харассане. Управление провинцией и сбор налогов оставались в руках харассанцев, а большинство видных людей, поддерживавших Абу-Муслима, оказались на халифской службе. Харассан прочно интегрировался в Абасидское государство, но правители его всегда назначались из местной знати. Другие провинции такой привилегии не имели. В десятых, начале 30-х годов 9 века Абасидский халифат и прежде всего его центральную область, Ирак, сотрясали вооруженные столкновения претендентов на пост халифа и их сторонников. В некоторых исследованиях эти события называются Великой гражданской войной – 809-833 годы. Немалую роль в разногласиях внутри правящей элиты играл статус Харассана. Ситуацию осложняли различные социально-религиозные движения, с которыми власти не могли справиться. Идеологическая оболочка массового восстания под руководством Бабека, начавшегося в 816 году в северо-западном Иране, в горах Азербайджана и частично в Армении, стало учение хуримитов. Они были сторонниками дуалистического учения, основные положения которого были близки к иранскому маздакизму. Они считали государство порождением злого начала и стремились способствовать победе добра и света. Считается, что название хуримиты происходит от хурам – ясный, светлый, или от хвар – солнце, огонь. Известны хуримиты также под названием Мухаммира. Красный или сурх – аллеем, краснознаменные, для достижения своих целей они отказывались от имущества, организовывали общины с уравнительным распределением и общностью жен. В 833 году халифом стал Алмут Асим, который открыл новую эру в аббасидской истории. Он учел уроки гражданской войны и создал новую опору своей власти – армию из рабов-тюрков, возглавлявшуюся военачальником рабского происхождения. Они в юношеском возрасте покупались или захватывались на Востоке, обращались в ислам и обучались военному делу. Это означало, что военная каста теперь была отделена от остального общества. По происхождению, языку, культуре, военные были чужды любым этническим группам халифата и не могли проникнуться их интересами. Все это теоретически и поначалу, практически, делало их надежной опорой халифа. В таком рабстве не было ничего унизительного. Военный раб-мусульманин имел возможность подняться до высших постов в государстве или армии, мог иметь своих рабов. Тюрки на тысячу лет сформировали военную элиту на исламском Ближнем Востоке. В XIII веке военная система, основанная на рабах, мамлюках, гулямах, стала основой двух мощных исламских государств – мамлюкского султаната в Египте и Сирии и Делийского султаната в Индии. В них государи и правящий военный класс были рабами или вели свое происхождение от рабов. Опираясь на новую армию, Алмутасим решил серьезно заняться хуримитской проблемой. Опасность этого движения состояла еще и в том, что Бабек координировал свои действия с Византией, и часто они выступали вместе в военных действиях против халифата. После Трехлетней войны в 837 году лучшему военачальнику халифа, тюрку Авшину, удалось покончить с хуримитами. Бабек пытался бежать в Византию, но в Армении его захватил местный землевладелец и отправил в подарок халифу, который казнил бунтовщика. После смерти Алмутасима в 842 году начался кризис власти, в основе которого лежали стремления тюркских военачальников играть намного большую роль в принятии политических решений и недовольство тюркской гвардии своим материальным положением. Противостоять их претензиям не было возможности. Халифы возводились на престол, смещались, а иногда и убивались их тюркскими генералами. Со второй половиной IX века реальная власть в Ираке была в руках тюркского главнокомандующего, а не халифа, однако речь не шла об упразднении халифата или смещении дома аббасидов. Халифат рассматривался как необходимый институт для легитимизации политической власти реальных правителей.